Я думаю, что сегодня Черчилль бы произнес свою фразу несколько иначе не потому, что она изменилась, а потому, что у нее возникло другое наполнение. Он бы сказал, что у страны есть интересы и инвестиции. В этом смысле поведение России на Ближнем Востоке это поведение ни в коем случае не описывается термином преданность, верность, союзники, друзья – это защита своих инвестиций, которые Советский Союз сделал на Ближнем Востоке в течение десятилетий. Если мы посмотрим на это с этой точки зрения, то Москва совершенно четко действует в русле высказывания Черчилля. Она защищает свои инвестиции. Ее инвестиции – это Асад, ее инвестиции – это отличные отношения с Ираном. Более того, эти инвестиции уже блестяще сработали, когда фактически монопольная позиция России как страны Запада, которой Иран доверяет, позволила резко сократить объем и силу давления на Россию после Украины. На Россию обрушилась бы гораздо более тяжелая кувалда санкций Запада, давления Запада и вообще как бы неприятия Запада. И если бы западная пресса постоянно не напоминала, что единственная, кто может привести иранцев за стол переговоров, и тот, кто держит в руках ключи от соглашения с Ираном – это Москва. Таким образом, инвестиция как минимум в Иран уже сработала. Путин таким образом рассчитывает на инвестиции и в светское правительство Асада. Я понимаю, что Асад нужен Западу как единственная военная сила, сегодня реально противостоящая исламскому государству, а кроме Асада, корпуса стражи исламской революции и Хизбаллы, реально с исламским государством воевать просто некому. 57, по-моему, подготовленных специалистов за все годы армии США, которые еще и требуют авиационного прикрытия с воздуха. Это даже не смешно. Это даже в Соединенных Штатах вызывает горькую иронию. И ситуация, когда подготовленная блестящая якобы иракская армия при первом столкновении с исламским государством продала все, без исключения, военную технику, танки, вооружение исламистам, просто банально коррупционно продала. И потом Daily Telegraph вышла с фотографиями орудий в пленках, танков, стоящих в капонерах, незаведенными моторами, которые достались исламскому государству за мешок денег, будучи преданными офицерами той самой иракской армии, которую готовили американцы. В этом смысле Асад – это козырная карта в рукаве Путина. Не потому, что он ему так симпатичен. Кстати, я напоминаю, что Асад очень сдержанно отзывался о Москве и скорее до этого кризиса вообще-то ставил на монархии залива. Потом уже получился этот конфликт. Но у Путина и Асада прагматичный интерес друг к другу. Асад – это ставка Путина на сохранение влияния на Ближнем Востоке, а Путин – это мостик для Асада сохранения позиций внутри западного мира. Так что это просто сохранение инвестиций, это отнюдь не какие-то терпенные преданности, верности, еще какие-то эпитеты войны, относящиеся к 19-му и к началу 20-го века. Гибридные войны таких слов не знают.